Какие люди здесь, в Москве! Какая молодежь! Почему американцы должны захотеть переехать в Россию? Самое лучшее место для релакса, для перезагрузки в мозгах. В Америке русских считают злыми? Настолько мы тупые. Чему тебя научили русские подруги? Я москвичка, у меня есть квартира. А есть что-то такое, что тебя прям раздражает в русских? Нельзя ныть. О, а, вот теперь понятно. Это проект «Мы и они», я его автор Мария Шахова. Я знаю, что вам всем очень полюбился наш формат на выезде. Но наша страна настолько огромная, что, к сожалению, мы с командой просто не успеваем проехать все регионы. Поэтому мы приняли решение записать часть интервью здесь, в Москве, на ВДНХ, на крупнейшей выставке «Россия», где представлены все 89 регионов. Смотрите и путешествуйте вместе с нами! Тим Кёрби, США. Закончив университет и столкнувшись с личностным кризисом, Тим понял – в Штатах ему ловить нечего. В поисках свободы, самореализации и внимания женщин переехал жить в Россию. Уверен, что об этом мечтают еще сотни американцев, потому что сейчас его миссия – построить деревню в Подмосковье для таких же отчаянных эмигрантов, как и он сам. Тим, мы с тобой знакомы давно. Ну да, кстати. Питерского экономического форума. С тех пор, собственно говоря, и не виделись. В России ты находишься и еще дольше. Да. 18 лет. Типа того, да. За это время ты успел поработать и графическим дизайнером компьютерных игр, и журналистом на «Раша Тудей», и журналистом «Радиомаяк». Чем ты занимаешься сейчас? Ну, сейчас я делаю туристические проекты. Это, на самом деле, немножко, как сказать, в мире «Раша Тудей», но как независимый контрактор, а не как сотрудник. Я тоже делаю очень много озвучек. Я их называю это, когда мы даем голос. То есть, часто люди пишут, что, Тим, я посмотрел документальный фильм про ММА. Это твой голос? Да. Это, скорее, мой голос. По всему счету, сам себе босс. Я знаю, что ты ненавидишь вопрос «Почему ты переехал в Россию?». Именно по этой причине ты написал книгу «Почему Россия?», чтобы от тебя уже раз и навсегда просто люди отвязались с этим вопросом. Но, тем не менее, для тех наших зрителей, которые тебя не знают, я хочу чуть-чуть напомнить твою историю. Ты родился и вырос в Америке. Да. Отучился там на графического дизайнера. Да. Какое-то время проработал там. Не увидел для себя перспектив и переехал жить в Россию. И здесь как бы у меня вопрос. Ты здесь увидел возможность заработка или было что-то другое? Ну, во-первых, спасибо, что ты задала этот вопрос совсем по-другому. Поэтому освежило мое желание ответить на такой вопрос. У меня был кризис идентичности. То есть, я родился с африканцами. У них есть другой быт, другие взгляды, более похожие на российские взгляды. И, короче, их Америка, больше моя Америка. Переезжая в эту вечно улыбающую, фальшивую Америку, которую вы смотрите, ну, допустим, в сериале «Друзья» тут, но это мне тоже совсем чужое, не мое место. Поэтому я решил попробовать, может быть, обратно на этническую родину, так как все мои предки из Российской империи. То есть, не деньги стали для тебя главным мотиватором? Не все дела именно были в деньгах. Даже если бы у меня были деньги в США. Но меня не было. Я из гетто. Я бомж. Чтобы тоже вы поняли по поводу, кто эмигрирует в Россию, у меня было ни хрена не терять. Но даже если тогда у меня был какой-то вот средний класс что-то, то все равно я поменял бы. Потому что в отношениях, как сказать, если у мужчин и женщин есть выбор. Есть выбор. Очень много хорошего секса и совсем жить без денег. Или жить с деньгами, но совсем без секса. Женщина всегда выбирает деньги, мужчина всегда выбирает секс. И вот. Это было бы и тогда, и скорее, несмотря на возраст, это было бы мое решение сейчас. Дим, ты сказал очень интересную мысль, что ты из района, где в основном живут и жили афроамериканцы. И ты сказал, что они в своем поведении очень похожи на русских. А что ты имел в виду? Ну, во-первых, они не ограничивают мужество. То есть, если ты мужик, ты можешь решить вопрос кулаками. Ты должен быть сильным и прочее и прочее. В России сила в правде, а там правда в силе у них. У них чуть-чуть наоборот. Поэтому реально белокожие смотрят на... А, вот есть, давайте. Там подиум и золото, да. И знак написано, что нельзя взять это золото, мы закажем смертную казнь. Белокожие смотрят, там ничего. Между подиумом и человеком. И он особенно говорит, что мне нужно золото, но там знак. И написано, что накажут, я не буду. А русские и африканец даже не смотрят. Они даже не заметили знак, они уже взяли золото. Мне кажется, что Россия и Америка – это две страны, у которых больше всего стереотипов друг от друга. Вот ты, когда переезжал в Россию, какие стереотипы ты о нас знал и какие из них оправдались? Я как-то не совсем сильно осознал, но никто не сказал людям в России, что нельзя ныть постоянно. Ну, все хотят, ты приехал сюда, а все хотят туда. Все тут плохо, зарплата не та, да, да, да. Ну, постоянно есть очень много нытья на кухне. Наверное, тоже это связано с тем, как жили при коммунизме или социализме, как вы говорите. Когда было, как сказать, бессмысленно бороться против системы, лучше выплескать свои эмоции, как женщины делают, на кухне. Ну, вам можно, ваше женское, мы выплескаем эмоции при разговоре. Это вам можно, нам недопустимо. Нам или действовать, или смириться. Я так понимаю, что очень много американцев хотят переехать в Россию. Расскажи, кто эти люди и почему вообще американцы хотят переехать в Россию? Ну, в первую очередь православные, в вторую очередь просто христиане. Потому что жить христианской совестью там, на Западе, уже невозможно. Мои дети были в школе, в забытой какой-то деревне, очень изолированном месте. И все равно мы столкнулись с ювенальной юстицией там. Когда некоторые, особенно западные правительства, придумывают причины отнимать детей от родителей. Потому что утром у нее было, надо было к стоматологу, был вот этот новокейный наркоз. И ее мама просто оставила вот дома и не пошла в школу. Директор школы звонит, где она? Она отвечает, что типа, ну, она была у стоматолога. Она ответила, это было утром, надо было в школу. А как? Под наркозом и с новокеином зачем все это? Завтра приедет. Разговор по телефону закончился, что если вы это повторите, по поводу того, чтобы ребенок не попал в школу по каким-то причинам, которые не устраивают директоров, то сразу звонок в органы опьяхи. Поэтому это конец жизни моих детей на территории США, до того, как им становится 14, 15, 16, и они могут сами из себя защищаться. Ты первый раз на выставке? На этой выставке, да. Я не знал, что такое большое событие в Москве оказывается. У нас 89 регионов, большая страна, большая выставка. Мы с тобой идем к стенду региона Алтай. Ага. Я знаю, что на Алтай это было не раз. О, да. Много раз и хочется еще много раз. Там очень круто. Самое лучшее место для релакса, для перезагрузки в мозгах, как сказать. Почему ты решил строить свою деревню в Подмосковье, а не на Алтае? Ну, на самом деле наш проект немножко меняется по формату, поэтому эта концепция только в Подмосковье уже отменилась. Теперь это будет более шире. Я хочу наблюдать, как этот проект развивается. Я ответственный за это. И у меня есть прекрасная микро-резиденция в Московской области. И я могу тоже сказать честно и перед Богом, и перед обществом, и перед этими иммигрантами, что южная половина Московской области – чудесное место для жизни. Теперь проект немножко вырос, чуть-чуть поменялась концепция, и это будет на разных местах. А, ну то есть это будет несколько деревень в разных регионах России? Да, да, да. Моя мечта была бы сделать практически как целый большой отдельный город. Теперь это будет более-менее как деревня микро на некоторых местах. Снова как бы не очень понятно, а почему американцы должны захотеть переехать в Россию? Ну, потому что все, что вы слышите там в интернете по поводу ювенальной юстиции, ЛГБТ, по поводу страны, расизм, который у нас на Западе. То есть местные люди – они дерьмо, приезжие – они маленькие боги. Вот это все есть. Это не переувеличение. Об этом наши прекрасные российские СМИ не врут. И все так есть, и поэтому всем надоело. Ты думаешь, люди Москвы готовы переезжать в Россию? Да. Ну, у меня сотни, 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 сотни тысяч людей пишут об этом, поэтому оказывается, что да. Ты видишь? Немножко вот как дома. О, а, вот, теперь понятно. Чувствуешь себя на Алтае? Да, есть движение. Это трудно объяснить. Это как быть в калайдоскопе в середине. Это столица России. Честно говоря, я согласен. И вот эти… Да, и петроглифы. И вот это… Вы знаете, что очень круто. Вот эти петроглифы, вот древние, на тысячу-тысячу лет, они в пешеходной доступности с дороги. Да. То есть можно просто парковаться и за, я не знаю, 300 метров и уже древняя история. Тим, ты знаешь, мне кажется, вот на таких мероприятиях и выставках вот эта виртуальная реальность, которая здесь представлена, это такой отличный способ окунуться в настоящую атмосферу региона. Можно ли сказать, что американская мечта – это тоже некая виртуальная реальность? Ну, это, как сказать, идея. Это была раньше идея в том, что мы убираем все эти ограничения старого мира, то есть старой Европы. Что, типа, ты не дворянин, можно к нам зарабатывать деньги. Вот это битвы между католиками и протестантами. Мы об этом забываем. Здесь религия не государственное дело, нам пофиг, у вас будет свобода. А после Второй мировой войны эта концепция превратилась в идею, что у меня есть большой дом и большая машина. Идея в том, что благодаря нашей системе и свободе от идиотизма Европы у вас есть возможность зарабатывать на большой дом и машину. Вот видите разницу? Поэтому то, что у нас сейчас – это какой-то госстандарт по поводу вещей. И если мы будем измерять Америку по этим вещам, да, это уже очень тяжело. Социалистический человек, ему стало очень тяжело добивать такой уровень жизни, как было в 50-х. Знаешь, у меня на интервью был американец Александр Джон Ли. И вот он говорит о том, что на самом деле большинство американцев уже не верят в американскую мечту. То есть они понимают, что это большой фейк. Ты согласен с этим? Ну да, потому что они именно говорят о мечте, где я американец, я размахом получу большой дом, большую машину без большого труда и все будет прекрасно все время. Ну да, сейчас это стало реально тяжело. Например, мой дед, но он был сантехником. Большой дом, машины и четыре, как сказать, малыша. И без проблем. Такого невозможно. Сейчас? Да. Хочу вернуться тогда все-таки к твоему проекту. Да. Почему ты решил строить американскую деревню здесь, в России? Потому что я использую такси очень часто в Москве. И таксисты обычно они люди, которые очень общительные, в отличие от меня. И начинается, что они начинают обсуждать Америку и постоянно совершают, высказывают ту же самую не смешную шутку. Ты понимаешь, что ты уехал из Америки, но ты в курсе, что все хотят туда? Снова и снова и снова, раз за разом. Я знаю, что люди хотят сюда. А наша прекрасная миграционная система не дает им возможности иммигрировать. По всему счету, только брак дает возможность иметь исключение от миграционной квоты. Расскажи, с какими сложностями ты еще сталкиваешься при строительстве деревни. Почему я спрашиваю? Потому что мне кажется, что все супер подорожало. И в целом даже построить один дом, это сейчас просто невероятно дорого. А ты строишь аж целых 200 домов. Ну, потому что те, которые приезжают, это будут их деньги. У меня нет денег. Это еще самое большое заблуждение этого проекта. Что какие-то русские, особенно люди не очень успешные, мне постоянно пишут, что что ты государственный бюджет на наших деньгах строишь? Никаких ваших деньгах. Нам только для этих проектов нужно место. Есть очень много пустых мест в России. И люди сами, которые приезжают, они сами будут строить себе дома на своих ресурсах. Поэтому мы ничего не берем от России, кроме неисползованной земли. А в чем тогда заключается проект? Объясни мне, пожалуйста. То есть тебе нужно выкупить землю? То, что мне нужны власти, это чтобы местные, особенно губернатор, был подпись губернатора, что да, все люди, которые приезжают, построят себе дом, у них будет исключение от миграционной квоты. Поэтому, чтобы это был путь в Россию для западных людей, которые уже состоят в браке. Я знаю, что в Америке человеку можно начинать работать с 15 лет. И, соответственно, с 15 лет можно уже оплачивать налоги. Ну, типа того, да. Это можно вообще приравнять к тому, что американцы раньше становятся самостоятельными, нежели россияне. О, да. Это очень полезно. И есть много, как сказать, последствий социализма в России. И одно из этих последствий в том, что мы отложим жизнь абсурдно долго. У нас до детства классом и в школе, и в России, и особенно в СССР нельзя работать. Ну, поэтому люди только, может быть, начинают что-то делать в 22 года жизни. Я думаю, что для системы образования, для общества нам надо наоборот. Особенно как мужчина, мы больше делаем, учимся через дело. И лучше, чтобы 15-16 летние парни пошли где-то работать, попробовать себя в некой области работать. Потому что реально мы потеряем лучшие годы нашей жизни на вот этот советский подход, который не работает. Очень много людей в России считают, что свобода – это где-то там в Европе, в Америке, где ты можешь, не знаю, красить волосы в любой цвет, где на улице много бездомных. И ты вот захотел – стал бездомным. Захотел – ты мне, я не знаю, условно говорил. Я могу вам сказать, что свобода на самом деле это состояние, когда мы согласны с обществом. Допустим, если у вас был рядом с нами очень страстный мусульманин, да, где он почувствовал бы свободу? Где в какой-то вот либеральной Европе или, может быть, в Саудовской Аравии, где абсолютно все сделано, чтобы, ну, календар, рабочие дни, еда, все было по правилам ислама, и все было прекрасно. Он чувствовал себя таким свободным. А для этих людей, наверное, они просто более согласны с тем, как выглядит Запад. Им это больше не нравится, а мне – нет. Я согласен с российским обществом, к большому счету. Первый раз в моей жизни, когда я попался в Евразию, в Казахстан, я как-то заметил, что я стал более похож на окружающих. И для меня, и на самом деле для всех – это, на самом деле, настоящая свобода. Ну, нужно, наверное, сразу признать, что ты не похож на типичного американца. Ну да. Ну, короче, ну да, ну, короче, я не хочу жить в обществе, где это преступление, потому что я не попросил у тебя разрешения тебя потрогать. Понимаешь? Я не хочу жить в этой тюрьме. А для меня это свобода. А наоборот, может быть, для тебя я теперь создаю какую-то атмосферу репрессий, сексизм и прочее. И тебе будет там удобно, где я даже не могу смотреть на тебя. Я недавно прочитала такое выражение о том, что русские похожи на кокосы. Мы жесткие снаружи, но очень мягкие внутри. А американцы – они как персики. Они очень мягкие снаружи, а внутри жесткая косточка и, по большому счету, всем на тебя все равно. Ты с этим согласен? Да. На самом деле, вот эта модель – кокосы люди и персиковые люди. К большому счету, есть правда в этом. И такова, и Россия есть, да. При этом самое большое, как мне кажется, количество стереотипов есть как раз-таки между русскими и американцами. Вот в Америке русских считают злыми? Угрюмыми? Нет, это не злыми, а что эта страна – тюрьма. Это весь кулак, весь концлагерь и так далее. Поэтому вот это наш ящий стереотип здесь. А мы считаем американцев тупыми? Да, я услышал. Много, много раз. Мы же с тобой сейчас говорим в стереотипах, я не пытаюсь никого обидеть. Я просто хочу у тебя узнать, как ты думаешь, почему так происходит? Американская манера, когда мы рассказываем о чем-то, мы ведем себя такими биллингами, женственными. И тогда русские воспринимают это как тупость, слабость и так далее. С американской манерой, если вы думаете, что сейчас врут про Россию, на самом деле за всю историю России мы получаем недостоверную информацию через пропаганду. Поэтому стереотип даже не особо не связан с тем, что на самом деле здесь произошло или как люди здесь на самом деле есть сейчас. Это просто как будто мы читали книгу про орков. Как эти орки плохие? Но эти орки не существуют. Ну а мы, в свою очередь, большую часть информации об Америке и об американцах узнаем из ваших фильмов. И в том числе из ваших комедий. Да, мы молодец. Вы смотрите наши фильмы, а мы не смотрим ваши. Плохо. Плохо для России. Согласна. Согласна. А как ты считаешь, вообще, сильно ли отличается русский юмор и американский? Я бы сказал, что не совсем. Потому что вы любите каламбур, а мы тоже. Каламбур в России это святое. Я не знаю, американские комедии всякие, но у них получилось в России. Типа сериал «Друзья» получилось тут. Я не знаю, всякие ужасные фильмы, как «Американский пирог». Это же формирует наше представление об американцах и в том числе укрепляет наше мнение, что американцы тупые. Может быть, это минус, но подсознательно все равно. Я только слышу от людей, какие там прекрасные большие дома, прекрасные машины, что даже вот эти тупые люди там, как они добивали такие прекрасные дома. Значит, надо туда уехать и отдавать свою жизнь там, а не тут. Вот как работает. Вот мои герои, как правило, делятся на две категории. Одни переехали в Россию, потому что здесь действительно комфортно и удобно жить с бытовой точки зрения. А другие, потому что они разделяют вот эту концепцию русской души. Или кто-то считает себя кармическим русским вообще. Знаешь, что вот когда-то в прошлой жизни они сто процентов жили здесь. Тебе что из этого ближе? Скорее я на стороне вот этой, которая по духу. Потому что, как я сказал, мне тут очень свободно, потому что здесь в целом я как-то согласен с обществом. Я согласен с тем, куда Россия катится и кто мы такие в России. Поэтому да, я на этой стороне. Потому что в Америке в принципе, в кавычках, есть больше комфорта. Поэтому если это просто было бы сладко зарабатывать 10 долларов в час и сидеть на том же самом месте, водить Хонда Аккорд каждый день, то, наверное, это было бы возможно. Но это был не такой комфорт. А с какими бытовыми сложностями ты здесь столкнулся в России, что для тебя по-прежнему Америка кажется более комфортной страной? Знаете, вы разговариваете с мужчиной. Поэтому ради России, когда я жил в Казахстане, ради русского языка, ну, мой унитаз был в ведро. У меня не было канализации вообще никакой. Поэтому, типа, за родину я был готов срать в ведро до конца своей жизни. Но получилось, что теперь я даже могу нажать на кнопку смыв и даже на прекрасном доме в Московской области мне не надо разбираться с этими вопросами. Поэтому да. Ну, я под бытовыми вопросами скорее подразумеваю то, что понятно, ты только переехал в Россию. Да. Конечно, ты приходишь в магазин и ты можешь найти известные бренды, которые есть и в Америке, и по всему миру. Ты можешь спокойно поесть, проблем с этим нет. Тогда как в Америке, ну, сложнее, давай честно. Вот в Америке найти гречку не так просто. Есть в нескольких магазинах. То есть привычных мне продуктов в Америке практически нет. Американских продуктов у нас много. А как, например, с бытовыми моментами? Ну, то есть, не знаю, оплатить коммунальные услуги, снять квартиру. Вы, то есть русские в целом, относитесь к нам, как будто мы все дебилы и лохи. Это очень важно понять. Поэтому, как только ты начинаешь снимать квартиру в Москве, хозяин этой квартиры уверен, что ты просто тупой, как скот. Ты даже не до человека. Поэтому он типа скажет, просто дай мне деньги, я все делаю. Поэтому не надо вообще думать о коммунальных, ничего, да. Все очень часто делается, потому что ты дебил. Поэтому, как сказать, в каждом стереотипе есть плюс и минус, да. До появления детей, как я сказал, я был доволен жить с унитазом ведром. Когда я приехал в Москву, у меня был ноутбук, полусломанный стол, матрас. И достаточно. Только когда появляются дети или желание иметь семью и прочее, только тогда это все имеет значение. Для мужчин, холостяков, это уже не вопрос. Я даже об этом не думал и особо не думаю сейчас. Тим, ты понимаешь, где мы находимся? По-моему, судя по футболке, мы в Магадане прямо сейчас. Здравствуйте. Угадали. Расскажите нам немного о Магадане. Хорошо. Предлагаю начать с самого уникального места. Это набережная Магадана, которая называется бухта Нагаева. Мы можем смотреть на ней. Это как интерактивная прогулка. Да-да-да, мы это все снимали. Я даже помню, там мамонт из металла. Мамонт Дима. Он, точнее, из металлолома полностью. Смотрите, вот мы с вами вышли в Охотское море. И теперь идем на дно. Погружение. И вот мы наблюдаем всех. Да, и тюлени мы снимали. Но косатку не видели. Это такое. Тебе здесь, да. Тим, вот мы с тобой уже начали обсуждать квартирный вопрос. Хочу объяснить его чуть более детально. Вот если сравнивать комфорт жизни, например, в Москве и в Нью-Йорке, то где комфортнее и где проще купить жилье? В Нью-Йорке – это один из самых жестоких рынков недвижимости в мире. Там за квадратный метр, я не знаю, сколько они берут, но по-моему, это в 3-4 раза дороже, даже чем в Москве. А по поводу жизни в обычных маленьких городах тоже, если есть какие-то даже адекватные доходы в России, полуадекватные доходы или еще хорошие, то все стало неплохо. Потому что в США все несколько лет назад, когда был ковид, резко дорожало недвижимость. Я не шучу, что дома, например, в Техасе теперь эти типичные каркасные дома американские стоят 600 тысяч долларов за типичные. То есть это сколько уже? 60 миллионов тогда, если в рублях, за обычный каркасный одноэтажный дом. В Техасе? Да, а в России сколько 60 миллионов дает нам в доме? Это уже дворец скорее, да? Если сравнивать Техасе и Магадан. Да, если мы построили дом за 60 миллионов в Магадане, это уже было бы в стиле рококо и с золотым унитазом и все эти прибамбасы. До некоторой степени в России помягче, особенно потому что в России можно купить хлам и восстановить, а в США купить хлам и восстановить требует тысячу долларов на это разрешение, а тысячу долларов на это разрешение. А дом маленький расширить – это несколько тысяч долларов на разрешение, чтобы расширить за какую-то абсурдную сумму. Да, в России у нас намного больше свободы по поводу того, что-то старое взять и делать лучше. Я, конечно, понимаю, что вообще в целом жизнь в мегаполисе – это всегда стресс, дикий стресс. И, конечно, у нас сейчас в России все чаще люди начинают обращаться к психологам, к психоаналитикам, к психотерапевтам. То есть это становится не стыдно. В Америке это уже не стыдно давно. А как помимо этого американцы справляются со стрессом? Ну, дорогая, я родился, где живут африканцы. И наши африканцы не идут к психологам. Это некий слой американского общества с прекрасной светлой кожей. Они идут к психологам. Но есть проблема. Психологи, они, к большому счету, отображение либеральной системы на Западе. Их решения очень западные. Обычно, в конце концов, делай то, что тебе приятно. Иными словами, они предлагают гедонизм. Идите к психологам в Москве, и ответы все будут более-менее гедонизмом. Есть проблемы с женой, бросай. Ну, что-то делайте стрессом. Не воспринимайте стресс, бросайте всех на хрен. Там чистый, вот такой гедонический ответ на все. И более того, все равно наши психологи тут. Более-менее соблюдают там такие правила. И как в СССР, если человек не был согласен с обществом, очень часто сунули в психушку. На Западе это основная Библия, которую все психологи читают, они получают диплом. Эта Библия меняется по политическим меркам. Особенно по поводу гомосексуализма, трансгендеризма. Поэтому это, к большому счёту, немножко лженаука. У нас очень грустное общество. Если посмотрите на рост самоубийств, браки и прочего. Люди особо ничего не делают. Но есть кризис антидепрессантов. Поэтому, как сказать, на таблетках и вперёд. А есть какие-то русские привычки, которые ты очень быстро перенял и стал внедрять в свою жизнь? Снимать обувь перед тем, как я вошёл в дом, это уже очень естественно. Даже мне было обидно недавно. Мы снимали кое-что в студии, и русские сами вступили грязными кроссовками на стульчик, чтобы что-то поменять. А я снял эти берцы, которые я ношу сейчас. Мерзко просто. В этом контексте я был более русским, чем вот они. Потому что только в России люди, которые приходят, чтобы чинить что-нибудь, снимают обувь. Но извините, с точки зрения американцев, человек приходит в ваш дом, чтобы починить электричество, сантехнику, и сразу снимают обувь. Это просто абсурд и очень смешно. А в России это стандарт. И тоже в целом это российское хобби постоянного переодевания. Я тоже участвую в этом хобби, где мы приезжаем домой, мы полностью меняем одежду, чтобы сидеть на диване и лежать на кровати. Как только нам надо в магазине что-нибудь делать, мы полностью переодеваемся снова. Это постоянное переодевание сильно отличается от Америки, где ты просыпаешься в некой одежде. Может быть, даже выходишь из дома в той же самой одежде, идешь на работу и опять домой может быть, спишь в этой одежде снова. Тим, а есть что-то такое, что тебя прям раздражает в русских? Ну да, есть уникальный феномен. У прекрасных русских дам продолжают ссориться после того, как они получили то, что хотят. Давайте я внесу пример, когда я это осознал. Я был на автобусе. Почему-то я был очень уставшим. Не пьяным, а уставшим. Но я был настолько устал, что я не был в себе. Поэтому я на автобусе в Москве прямо вот так. И что-то я вижу, я слышу, что кто-то ворчит о чем-то. А я смотрю, и там пожилая женщина стоит рядом со мной. А я сижу на месте, которое более-менее для пожилых инвалидов. Я говорю, ой, извините, я сразу встал. Извините, я был не прав. Сидите, пожалуйста. Сидите там. Вот какие люди здесь в Москве. Какая молодежь вообще не смотрит, куда сидят. Как-то, да, извините, я был не прав. У вас права сидеть. Я был не прав. И она продолжала по поводу ужасного молодежи. Какая-то жизнь у нее ужасная. Ужасно, какой я плохой. Вы все это делаете. Вы получаете то, что вы хотите, а потом продолжаете ворчать, ныть, ссориться об этом. И это просто убивает. Потому что для меня сразу, когда русские женщины это делают, уже я все. Я сразу хочу уже отнимать то, что я говорил. Типа, хотелось бы ей просто вытащить на пол и сидеть там обратно. Как-то раз в своем блоге ты сказал, что когда закончил университет в Америке, то ты не смог найти там жену. Ну да. Но это был даже вопрос найти подруга. Какие-то подруги были, но это все было очень надолго и только ради одного занятия. А вообще американцам свойственно так рано задумываться о семье и детях? Нет. Они с малых лет нам учат, что это зло. Даже когда моя дочь была в школе в Америке, было какое-то обсуждение семьи. Но она была типа после школы, все ждали автобус. Там она и какая-то маленькая африканка того же возраста. И эта африканка с полной гордостью поднимала руку, услышав наш разговор. Я никогда не буду иметь никакого мужа. Я буду воспитывать детей сама. И маленький ребенок может быть семь лет тогда или восемь. Они внедрают это в нас, что дети — это зло. Дети украдут все твои деньги, ресурсы и веселье. Тебе надо веселиться всю жизнь. Ну и поверьте, смотрите на баб 30-летние, которые еще веселятся. Это грустная картинка. Еще грустнее баб без детей в сорок. Это просто печальная картинка. Надо начать раньше. И эта бедная африканка, она в полное заблуждение, она беременеет, будет рожать. И потом ей придется работать, платить за ясли, в США это платно. Какие-то непонятные люди, может быть даже мексиканцы будут воспитывать ее ребенка, черт знает, каким-то образом. Потом она будет одна, потому что мужики. Мы не особо не любим взять чужую ответственность по поводу детей над себя. И все. Они сделали вот этот интеллектуальный конвейер, чтобы этот ребенок испортил свою жизнь. Как со мной больше всего сделали по поводу отношений между мужчиной и женщиной. Тоже, но не по поводу детей. Но с ней, с детьми, все. Она уже просто выстрелила себе в голову интеллектуально. Она настроена быть матерью-одиночкой добровольно и с гордостью. А как же вот те американские фильмы, там, рождественские, где мы видим, когда вся семья большая собирается вместе, все радостные, много детей дарят друг другу подарки. Это все кануло в лету? Или это вот что? Ну, это намного легче, когда мы вообще не общаемся вне праздников. Понимаете? Что да, люди собираются, но в целом не общаются. А в России, слава богу, это еще норма считается, чтобы хоть бабушка, дедушка жили с людьми. Потому что это лучше, и это очень большой плюс России. Потому что это очень полезно, когда все собираются, и есть семья побольше. Я уже вижу такие же тенденции, как в Америке, в Москве, что есть теперь прекрасные москвички, которые не хотят, чтобы мама тоже приехала жить, чтобы я все сама делаю, зачем мне мужчину. Я москвичка, у меня есть квартира. Вот все это. И это ужасно для детей. Нам надо, чтобы наши семьи были больше, чтобы двоюродные участвовали и всякое. Ты сегодня уже упомянул то, что у тебя были отношения с русскими женщинами. Да. У меня на интервью как-то раз был итальянец, и он сказал, когда я у него спросила, как ты выучил русский язык, он говорит, даю лайфхак для того, чтобы быстро иностранцу выучить русский язык. Заведите отношения с русской женщиной. Да. Ты пользовался этим лайфхаком? Ну, не специально, но так и было, да. Потому что у меня, по-моему, никогда не было отношения, когда я разговаривал на родном языке с русской. Конечно, со своими. Даже здесь, когда был со своими. Конечно, меня на английском. Но, да. Но почти скучительно на русском. Чему тебя научили русские подруги? Ну, точно как ссориться. Постоянно ссориться. И какие-то странные слова, которые не попадают. По-моему, уже как слово ворчать, хихикать. Вот такие странные абстрактные слова, которые не особо не попадают в обычную лексику. Или, как говорили по-русски, неправильно. Со всякими его, их, и прочее. Да. Звонит. Или они с юга. Много. Американец рассказывает нам, как правильно говорить на русском языке. Это топ. Это топ. Но проблема в том, что у меня нет чувства красоты русского языка. Потому что, честно говоря, мне очень нравится их. Потому что тогда всё очень конкретно в предложении. Когда что-то их. Это очень всегда понятно, к кому это слово относится. А через какое время ты научился ухаживать за женщинами по-русски? И вообще отличаются ли ухаживания в России за женщинами от американских ухаживаний? Ну, это было долго. И с многими ошибками и болью. Потому что, как я рассказал, я был воспитан Долбаном, Дисней и прочее. Вот на этих голливудских фильмах. И бьют в нас эту идею, что надо любить человека, какой он есть. И особенно для мужчин это совсем наоборот. Надо стать таким человеком, в кого женщина влюбляется. Когда у тебя есть ресурсы, ты уверен в себе. Какие-то хоть мышцы есть, когда пузо большое. Вот это всё достаточно. И это только делается. Мужики не рождаются такими. Никогда. Надо пройти всё это и что-то делать в жизни. И я делал всё наоборот. И всегда ожидал, что кто-то должен меня любить. Потому что я хороший человек. Это говно. Это идиотизм. Это враньё. Не надо. Надо быть тем, кто достоин получить любовь. Ну так за женщинами-то ты ухаживал? Цветы дарил? На свидание приглашал? Сначала нет. Потом я начал использовать ту систему, которая работает. Местная система. Потому что в США деньги разделены. Даже иногда в браке деньги разделены полностью. Мы убирали вот этот смысл, что я мужчина, я играю в эту роль, эту функцию. Я женщина, я играю в эту функцию. И вот эти функции совпадают и создают брак. Нет, теперь мы два индивидуума. И как-нибудь, я не знаю, какие-то чувства бывают. И трах. И всё. Вот. И, конечно, эта система не особо не работает в России. Русские женщины хотят от мужиков всякое внимание, жесты, подарки и прочее. У меня недавно было интервью с немцем, с Хансом Фраем. И он сказал, что в Германии в последнее время люди всё чаще женятся просто потому, что это удобно. Ну, потому что дешевле вместе платить за жильё. Потому что так там разделение налогов идёт. Ну, вот исключительно из этих соображений. Как происходит на сегодняшний день в Америке? Почему люди женятся? Абсолютно наоборот. Это есть полный крах. Люди не женятся. Потому что система разводов в США полностью на стороне женщины. Полностью. Поэтому молодые парни не ищут никаких жён. Более того, они не воспитаны в СМИ, чтобы желать, чтобы была семья или жён. Потому что дети — это зло. Есть слишком много людей на свете и так далее, и так далее. Поэтому есть даже статистика, что один из трёх мужчин в Америке до 30 лет, один из трёх, не знает, как чувствуется женское тело. Как, по твоим ощущениям, это происходит в России? Тут пока мы держимся, но опять мы не говорим молодым людям, что ваша любовь, которая в фильмах Голливуде — это на самом деле желание на секс. Это ощущение между ногами. На самом деле семейная любовь — это что-то другое, это большая структура. И более того, любовь — очень обманутое слово. На самом деле, кого меня любит больше всего, и без сомнения, никакой женщиной — это мои дети. Дети, если человек искренне хочет любовь, дети свои будут тебя любить до последнего. Тим, у меня осталось три вопроса, которые я задаю каждому своему гостю. Ты готов? Да. Три главных качества русской души. Три вещи в России, к которым ты никак не можешь привыкнуть. Что мы живем в стране, где все ненавидят бюрократию, но все предлагаемые решения бюрократические. Тебе это может быть, но от меня это просто как-то… Нам надо увеличить количество милиционеров в России, чтобы собаки не какали в парке. Да-да, давай делаем вот так. Бесплатной медицине. Я больше никогда не хочу, не видеть никакой больницы в России. Все, это тоже какой-то бюрократический ад. Я делаю все платно. Только платно. Ваше отвратительное желание тратить столько денег и сил на море и солнце. Потому что это делает здоровье лучше. Что русскому нужно для счастья? Отсутствие американских СМИ. Потому что русские ориентиры от своих русских. И, короче, причина вашего недовольства связана с нами. Тим, спасибо тебе большое за сегодняшнее интервью. Да. Мне кажется, мы классно провели время на выставке. Я тоже так считаю. Я знаю, что у тебя супер загруженный график, но ты, тем не менее, приехал. Да. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Продолжаем свою битву за иностранцев в России. А это проект «Мы и они на выставке». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. Мы все читаем. Ну и, конечно, все, что не вошло в основной выпуск, по-прежнему публикуется в нашей группе ВК и Телеграм-канале. Поэтому подписывайтесь туда тоже. Ну и, конечно, приезжайте на выставку, потому что здесь действительно есть на что посмотреть.